Айенгар в своей молодости был довольно больным человеком, и сначала его не хотели брать в эту школу. Тем не менее, благодаря устойчивости, благодаря воле, решимости, он смог преодолеть очень многие свои ограничения. И если вы посмотрите такую книгу, как Йога Дибика, все знакомы, это можно сказать тоже букварь. Йога, в которой мало представлены сейчас все, ну или большинство известных асан-йоги. То есть Айенгар там выполняет невероятные действия со своим телом, и крайне сложно представить, что у него были периоды его жизни, когда он не мог сделать наклон совсем. Почему-то асан-йоги написывают наклон, для него вызывала невероятные боли, невероятная тяжесть. То есть если вы вообще понаблюдаете, как индийские люди занимаются, у них в большей части развитые прогибы назад. Так получается. И вот когда демонстрации асан, мы, например, когда в Бадгая бываем, там дети индийские, они демонстрируют разные упражнения. Кто-то со змеей танцует, а кто-то асну показывает. И можно понаблюдать, что это в основном все-таки прогибы. Прогибы очень сложные, для европейца крайне редко выполнимые, но тем не менее вот такое они делают. В то же время, как Айенгар тоже пишет свои автобиографии, наклоны ему всегда давались очень тяжело, и из своей практики, из своих показательных выступлений он их всячески исключал. Убирал. Но когда пересмотрел свой подход к практике, решил все-таки, что нужно развиваться органично, и стал осваивать это направление тоже. В итоге освоил всевозможные балансы на руках, прогибы, наклоны. В общем, вы можете понаблюдать это тоже. Тем не менее, кто посещал класс Айенгара, знает, что там у них не стоит задачи выполнять какие-то сверхсложные асаны. Это все в большей части для показательных выступлений они, если используют. Школа Айенгара известна своими статическими выдержками очень долгими и своей отстройкой асан. То есть на занятии Айенгара вы можете выполнить всего 5-10 асан за занятие, зато вам отстроят каждый палец. Все пропсы, которые есть в зале, вам помогут использовать. В течение одной асаны вам помогут использовать и кирпичи, и ремни, и одеяла помогут подложить везде, и у вас будет асана идеально отстроена. То есть вот все пропсы, которые мы имеем, это как раз изобретение Айенгара. Хотя последние исследования говорят о том, что даже с помощью таких прекрасных пропсов идеально отстроить асан практически невозможно. Так как у всех людей анатомические особенности индивидуальны. И сколько бы вы ни пытались выстроить или выровнять человека, к сожалению, это не будет иметь никакого толка. Потому что с собой все эти приспособления в любом случае носить не будешь. И если ты занимаешься регулярно, то желательно выполнять асаны в той степени, в которой получаются. Но это нельзя говорить на занятиях Айенгара. Если приходишь к ней в студию, очень важно соблюдать правила. Я ходила один раз просто на разведку. Иногда такое раньше бывало. И когда приходишь в студию Айенгара, нужно подписать бумагу, что ты снимаешь ответственность с руководителей центра за все, что с тобой может сточиться на занятиях. Если ты начинаешь делать асану как-то по-другому, как ты привык, тебе делают замечания, что раз ты пришел на класс Айенгара, важно соблюдать требования. Ну и, естественно, форма одежды у них там очень строгая. То есть обязательно нужно носить обтягивающие брюки, потому что преподаватель должен видеть ноги. То есть это такие правила. Это что касается Айенгара. Но тем не менее, все равно очень интересное направление, и оно очень популярное. То есть это, наверное, одно из самых популярных направлений сейчас на Западе. Может быть, наравне с аж так же меня, с йогой. Потому что считается, что это максимально приближено к классике. То есть это максимально древнее. Сейчас с каждым годом у нас изобретается все больше новых авторских стилей, которые не всегда вызывают доверие у практиков, которые только стоят на путь. Продолжение следует...